Я хочу кое-что вас научить. Меня научила шляп на магазине. Ну, это он фирменный магазин. Она мне дала вот такие две штучки. Если у вас растягивается шляпа со временем, вот такие штуки вкладывайте внутрь. Вот так вот. Сейчас покажу. Подождите, покажу сейчас. Вот, смотрите, с боков. Видите, вот так вкладываю и закрываю. И ваш шляпа лучше сидит и не растягивается больше. Это просто классно. Или если у вас шляпа немножко большевата. Вот такие, ну, типа кожи, не кожи, не знаю что. Да, вкладывайте сюда по бокам, и потом у вас шляпка сидит лучше на голове, если она слишком большая и так далее. Мой совет. Меня научили этому. Приветик. Итак, мы сейчас с мужем. Он позже меня всегда спускается. Всегда что-то забывает. Пойдем сегодня немножко так пасмурно у нас. Пойдем сейчас по магазинчикам. Еще посмотрим кое-что для поиски, по мелочам. Кстати, девочки, которые хотели, чтобы я сделала обзор косметики, я обязательно сделаю, но только не здесь, а уже из Кипра. Купила просто вот мою самую любимую косметику именно для лета. А вот и муженек мой. Скажи, что ты сейчас хочешь. Видите, я в жегете, а он голый. У нас так часто. Потому что он у нас такой немецкий кровей. То есть чисто немецкий кровей. А я все-таки рождена в Краснодаре. Поэтому так как родилась, так мне все и мои колоды. Я себе готовлю на Новозапёс. У тебя слышали, что он сказал? А я об этом даже не знала. Теперь узнала. Я думала, в Краснодар ты готовишься для Краснодара. Это как солидарность, да, с моими подписчиками, да? Да, Краснодар слишком жарко и слишком хорошо выглядит сейчас. Слишком хорошо выглядит. А что, Новосибирск плохо выглядит? Ты что? Нет, там хорошо на зиму. А, ну да, настоящая зима. То есть летом жарко, а зимой... Нет, летом жарко, да, летом жарко, а зимой чуть-чуть. Я совсем заговорилась. Как ты говоришь всегда по-немецки мне на это? Что, если все иногда... Да, на язык пояс твое, чем мозг. Видите, как он меня оскорбляет? А я смеюсь. Я нашла свой итальянский пояс. Знаете, сколько ему лет? Очень такой брендовой. 15 лет. Вот нашла и думаю, класс. Почему нет? Иногда вот вещи любимые старые, они любимые всю жизнь. Как говорится, даже лучше, приятнее, чем какие-то обновки. А вот это вот мы иногда... Ну, потому что я воспитывала вороненка, и они меня знают. И как мы только выходим, смотри меня. Ну, приветик. Ну, нет у меня сегодня ничего с собой. Ну, нет. Увидимся. Малыш, увидимся. Умный. Ребятки, смотри, сегодня я его подстригла. Ну, не так, как надо. И сейчас будете смеяться. Значит, чем я его подстригаю? Вот... Расскажи, чем этот вот прибор? Это прибор от моего бывшего тим-партнера. Это значит, тим-партнер, это наша собака-брод. Да, тим-партнер, это значит партнер. И представьте, ребята, то, что собаку подстригают, то и не подстригают. Мужа. Посмеяться хочу сегодня... Мы почти тоже кушали от одного тарека в секторе. Это он эронизирует, конечно. Слушайте, ребятки, ну, по-нормальному я не могу просто снять его. Я хотела сделать, ну, каль по-немецки. Это значит, полностью снять волосы. Ну, совсем не сделать лысым, потому что на море будет классно. Ну, и где мы это сделаем? Барбер-шопе, да? На Кипре, наверное. Все-таки я тебе немножко еще поснимаю, как возможно, волосы. Но чтобы вот абсолютно убрать, это очень тяжело. Вот, и надо специальный такой ножик, который, знаете, вот снимают они волосы, чтобы полностью голова была лыса. Сейчас покажу вам, где мы находимся. На Александр Плац. Мы сюда мы идем, в Алексу. Хотела зайти в магазин, электроники, штатив еще посмотреть. Я с собой возьму штатив. Обязательно на Кипр. Такой легкий у меня есть штатив. Таскать, поэтому мне говорят, а сколько у тебя много вещей? Я думаю, вы знали бы, одни только компьютера сколько у меня будет, плюс планшет, плюс три смартфона моих, два Петера. Плюс, да, блокерская жизнь такая, вот такая у нас жизнь. Таскать все с собой и даже штативы таскать с собой. Людей сюда есть масса, здесь очень много туристов, иностранцев. Петер впереди в шортичках, я и вон купила шорты такие. Света хаки, темного хаки, да не черный. Он очень любит с этими кармашками. И мы идем внутрь. Многие из Брандебурга приезжают очень много сюда. В конце, конец недели я уже зашла в это. И вот мы сюда пойдем, посмотрим. Вот такой центр огромный. От дешевых цент до средних цент. Здесь посмотрю еще бейсболки, мои любимые. Магазинчик. Да, мы сначала медиамарт, давай пойдем. Ребят, смотрите, вот я хочу кипочку, я одессе жена. Это очень брендовые кепочки, они очень хорошего качества, не теряют форму, выглядят офигенно. Хотела купить вот эту шляпу из натуральной соломки, она стоит 70 и 80 евро, но я потом решила нет, потому что она очень такая красивая, но под определенную надежду, не для пляжа, конечно. А вот эти вот у меня одна есть такая, в прошлом году покупала, очень понравилась. Вот, ребята, вот эти вот, это офигенно, просто. Видите, у них еще другой цвет есть, есть такой. Ну, это 70 евро она стоит. Сегодня очень такой, погода не очень хорошая, даже сейчас девочка молодая сказала, у нас очень швюль, я не знаю, по-русски швюль, это душно. И, пх, это катастрофа. Все люди полумертвые, поэтому даже снимаешь, вот я чувствую, картинка не такая, контраст плохой. Это же магазин такой современный. Кстати, вон красиво вязаная такая панамка. Вон, нравится мне такие панамки. Зайду, посмотрю. Это икея райна. Красиво, как здесь. Видите, ребятки, Кавен Клайн. У меня есть один, этот, купальник от них, очень хорошая форма у них, очень. Но сейчас я не буду куповать. Кстати, хочу посмотреть одну вещь. Очень удобно сидеть вот на таких вот штучках. Ой, какие красивые такие летние украшения. Вот это яркие. Мне так нравятся. Вот эти мне рады Сергея 24. Просто шикарные, яркие. Смотрите, ребята, вот эти розовые. А вот эти мне понравились. Ой, я даже посмотрю, ребят, очень красивые украшения. Просто, ой. А, о. А, о. А, о. А, о. Класс, шляпка. Ждал меня пока я покупки делают. Познакомься с финкой, русской, финкой. Тяжело ехать в Россию, да? Познакомься с финкой, которые тоже уже, ну, как новые. За и под. Видите, кто, как я и говорила, кстати, в моем видео в одном. Сейчас пока что я купила. Видите, все, как я говорила, что вы ничего не сделаете. У каждого свое должно быть решение. Один может быть за, другой против чего-то. Все, и поэтому мы должны уважать, конечно, мнению, если люди адекватно об этом говорят. А если, конечно, не дают нам слова сказать, и начинают, правда, мат-приват, такой не должно быть. Вот, ребятки, просто офигенная шляпка. Хочу с тобой сфотографироваться. Ты это? Я буду сейчас отыгрывать, а? Смеюсь, а я сам прошу. А, да, я однократно технику съела своей попкой. Так, очень мне нравится. Шляпка такая классная. Затем я купила для волос вот такую красивую штуку. У тебя какая красота. Я бы еще одну черную мне понравилась там, но все не купишь. Я 20% получила, потому что я новая клиентка. И вот такую штучку мне очень понравилась. Вот это вот на платье для летнего. Ну, очень понравилось. Посмотри, ребята, я такую оригинальную штуку себе купила. Как красиво смотрится на желтом. В общем, вот такие вещи я себе приобрела сегодня. Шляпка стоила 19,90, 20 евро. Это стоится тоже 20 евро. И это тоже. Я заплатила 40, потому что 20% как новый клиент я получила. Ребят, мы на третьем уже этаже. Смотрите. Хочу для смартфона, для пляжа купить себе сумочку. Все, что хочешь. Здесь всегда очень много людей, особенно из Брандебурга и туристов. Так, что это? Игровые, да? Пета, играть, да? Для детей, да? Нет, для больших детей. А для больших детей? Смотрите, ребята, какие разные штучки. Так, ладно, пошли. Ребятки очень нравится вот эта пейсболка. У них такие дорогие пейсболки, вот эти все фирменные. Белое, оно 30 евро стоит, а другие вышли по 60. Сара, ну я не пойду с себя, я деньги потратила. Хватит, ребятки. Я больше 120 евро потратила. Я больше не хочу тратить денег. Вот этот кафтан, кстати, я показывала, ребятки, вот этот хаунтем. Очень красиво, я считаю, кто в Германии живет. Прикольный кафтанчик такой. И, кстати, вот классный, смотрите, вот такой лук на пляж. Это просто чудо. Шикарно. Шик-шик-шик. Очень красиво. Вот это тоже красиво. Кафтан, ой, как красиво. Вот это выглядит. Кафтан просто потрясающий, девчата. Частнейший байс, как он называется? 19, ну не, не 19. И вот это очень красиво. Парелло, смотрите. Да, здорово. Так, поедем сейчас. Посмотрим штативчики. Очень плохо у нас со штативом здесь, в Германии. Для грукеров. Вот таких вот маленьких, таких разных. Удобненьких. Вот я знала, у меня знакомая из Киева. Боже, какие у нее были штативы, ребятки. Там было что-то потрясающее. Такие красивые, такие классные. Хочется, чтобы, ну, там девочкам хочется еще, чтобы оно было красивенькое. Не только там рабочая вещь. И у нас нет, только по интернету можно хорошо купить такие вещи. Так, вот посмотрите. Видите, вот гладильные. Сколько у нас стоит, например, 399. Шикарный вот этот аппарат. 299 стоит. 249. А, да, 199 есть. 169. 149. Ну, и вот я, например, 149. Да, есть. Такие у нас тут цены сейчас. Покажите мне, в России дороже техника, чем у нас? Мне интересно. А посмотри-ка, где кухонные машины классные. Сейчас покажу вам. Смотрите, 579 евро комбайны такие. Кстати, ребята, так как на Кипре английская колония, нам нужны совершенно другие розетки. И поэтому, смотрите, сколько стоит, например, компьютеры. Вот смотрите, 868 можно купить. Это какая у нас фирма? Asus. Видите? Вот, например, потом. Сейчас покажу вам. 1299, что это за фирма. Показываю вам так. Вот такой, 1719, 1719. Microsoft. 365. Не, мой тяжелее петок. Это меньше, ну, чем мой компьютер, 400 евро. Ну, это меньше, ну, что ты, а? Вот видите, вот этот отцесс. Все у нас сейчас 1440, вообще дешевый, да? Смотри. Смотрите, какие микрофоны дорогие. Вот эти вообще, я многих вижу блогеров. 167 из дома, если делать. А есть 339. Вот так мы, такие деньги и стоят блогерство. А вот этот 96 прикольный, посмотри. Микрофон. Микрофоны мне дорогие. То есть у меня есть микрофон, конечно, я хотелось бы еще лучше микрофон. Надо развиваться. Но дорого. Не сейчас. Ребят, вот большой телевизор, например, 1448 евро. Сколько тут сантиметров? Я не знаю. Посмотрите, вот у даты все стоят. А вот это еще самый большой. 898 евро за такой телевизор стоит. И приставка 229. Ребята, вот я нашла классный телевизор. Огромнейший, вообще, посмотрите. Огромный. 498. У нас маленький. Но я все в основном смотрю. И иногда тоже смотрю интернет через телевизор. Ну, как бы, больше чувствуется, как будто ты фильм смотришь. Но такого большого у меня нет. Мы экономим на все, чтобы поехать жить на юг. Что ты смотришь? А что ты, Петер? Поздаст. О, боже, какой огромнейший. Но это настоящий вообще. Как будто, видите, домашний кинотеатр. Сколько что это такое домашний кинотеатр? 798? Я ничего не понимаю. Да, по 698, да? А что это только приставка? А только эти, понятно, боксы. 6000. Господи, ну это вообще домашний кинотеатр. Класс, конечно. Ребятки, купила себе такие наушнички для смартфона. Они уже, видите, вот с этой штукой. Не надо экстра покупать еще для смартфона такую. Стоит 20 евро. У меня очень много, очень пользуюсь. И для работы мне нужны, ну, с каналом. Вот, очень мне понравилось. 20 евро. И еще, опять же, я, конечно же, купила для работы на ютюбе. Для того, чтобы хорошее видео снимать. Вот такой классный. Как раз есть, видите, он подзаряжает. Может подзаряжать. Такой вот штатив. Можно и маленький, может большой. И вот классно, именно когда в поездке на пляже, еще где. Очень здорово. Мне нравится, что можно заряжать. Это стоит 30. Вот там 30, тут 40. Вот канал стоит больших денег, ребятки, честно. Ну, я не могу, как некоторые, он Юлия Старли или другие непокупатели Ален Настя, даже на простой этот жалеют. Вот. Если я буду, если я буду еще лучшим блогером, я имею в виду больше доходов. Конечно, я бы купила и супер, конечно, хороший микрофон за 100 евро и так далее. И я остановила. Ну, я и то. Трачусь очень много на канал, их очень много. Итак, пришла последняя посылочка. Уже я показывала интернет-магазин этот, испанский. Посмотрите, какой я себе заказала. Типа кафтанчика, но он не совсем кафтанчика. Впереди он застегивается на пляж носить. В общем, мне понравилась. Классная вещь. Покажу сейчас, девчонки. Девочки, еще раз. Вот ссылка. Кому многие спрашивали, ссылка на этот интернет-магазин. Вот я оставляю еще раз ссылку, прям видео. Так, сейчас покажу кафтанчик. Очень различные оттенки были. Кстати, одинаковые модели, но различные оттенки. Чисто синий, очень был красивый, яркий, такой красивый, под зигар прекрасно. Но он был на 20 евро дороже. Хотя одна и та же модель. Хотя, видите, опять вышивка бисером. Опять вышивка вот так вот по вырезу бисером. Вот такие рукавчики. Смотрите, какие интересные рисунки разные. Морской мотив, вот как кораллы. Внизу вот такие весюлечки. Здесь у нас так завязывается. Ну да, это кафтанчик, платьица. Такое платьица-кафтанчик. Хорошая длина, так как я на пляже не хожу голяком. Я уже говорила. Я такая очень принципиальная, очень редкость. Когда я одеваю, даже в молодости, люблю я что-то сверху красивое одеть. И я считаю даже... Вот честно, вот, ребят, вот даже молодая была, я считала, что женщина, вот когда у нее что-то красивое сверху, даже не гляжей и все такое, она еще более загадочнее, более секси выглядит, чем... Ну сейчас я себе не могу говорить секси, все-таки возраст. Я говорю вообще, вот никогда не любила голяком быть. Вы знаете, у меня есть видео, какая у меня фигура даже в 52 была. И тем не менее, я никогда не выставлялась. Вот только вот в Индонезии там пару снимков сделала, фигуру показала. А в принципе, я никогда, девчоночки, не показывала вот так прям, как некоторые... Ну, им плевать. Ну, это, конечно, должен для себя жить, конечно. Одному не показывает, другой нет. Я этого не делаю. И посмотрите, как интересно, видите, по низу углами сделано. Очень красиво. Просто я очень довольна. Красиво. Вы только посмотрите, какая красота. Ведь, девочки, не обращайте внимания, у меня новая шляпа. Это настоящая соломка. Чистая соломка. В дорогом магазине я купила. Под джинс. И вот этот новый кафтанчик. Смотрите, какая красота. Вот он. Я просто сейчас одела на кофточку. Ну, я не буду сейчас одевать, одевать, как называется, раздеваться, купальник одевать. Я хотела вам просто показать, какая красота. Не терпится показать, короче. Так, сейчас погоню. Вот она. Она как будто под джинс. Это у меня кофточка. На голое тело ясно буду одевать на купальник. Вот такая шикарная шляпка. Смотрите, настоящая соломка. Сверху она светленькая. А здесь вот так вот, ну, как будто чуть-чуть к темному приходит. Вот здесь, а здесь светленькая шапочка. Зажглась я. Вот этим им так понравился этот интернет-магазин. Девочки, заказывайте смело. Это просто офигенная вещь. Вот за эту вещь я платила 69 евро. Это вообще... Я сейчас в такую красоту в различных оттенках. Просто. А вот синим ярким стоило где-то 70. 75. Или 85. Ну, где-то так. Еще хочу вам здесь снять. Смотрите. Видите? Какой шикардос. Ну, просто шик. Здесь бисер, вышивка. И вот такие вот... Ну, я в спортивную брюк, а сейчас такие штучки. Какой-то кантик такой светленький. Соломка под джинс. Что хорошо, вот этой современной одеждой можно одеть. Я с шортами одевала. Все-таки клево смотрится по-современному. Сегодня, сегодня суббота. Что я буду делать? Я жарить буду палтус. Обожаю палтус. Дорогой, зараза. Стоит просто... 60 евро у нас в килограмм стоит. Так что я сегодня буду с салатиком. Кстати, Петта-Петта, а почему мы на гриле не можем сделать палтус? Можешь же палтус вот эту рыбу на гриле сегодня сделать? Она же такая... Эту рыбу можно и на гриле сделать, правда ведь? Она же такая тонкая. Пет-Палтус. Ну, может, действительно попробуем, а? Ребята, посмотрите, как он поет. Это разве не красота? Вот на что надо обращать внимание. А не только материальные вещи. Вот это. Солнышко. Пой. Прелесть. Косы, они не устают. И ночью поют, и днем сейчас поют. Ребята, а это красота-то. Я люблю желтые розы. Какая красота. Или вот, пожалуйста, Деван. За что я люблю лето? Это же чудо, а? Ребяточки. За что я люблю лето? За то, что вот так птички поют. За что я люблю лето. Что зелененькое все. За что я люблю лето. Что запахи другие. И настроение лучше. Такая красота. Ребята, есть немецкое слово, которое я за столько лет так и не могу выучить. Слово для немцы, и как на русском, это примет шатернонский, а на немецком шла, 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 шла. Так, ребята, кто живет в Германия, вы хорошо можете это слово произнести? По пути к метро хочу вам поснимать красоту. За что я люблю лето и весну. Ребята, вот сейчас я вам покажу одну фотографию, которая от 66-го года, апрель. Смотрите, у БАМа, это у нас метро называется Шиллингстрасс. Смотрите, и здесь находится, видите, как наверху написано, кафе Москва. Это стоит под, ну, как историческое... Что? Одно с них-то с Ростом Москва. А, это на другой стороне. Да, на другой стороне. Так, смотрите, ребята, поэтому на другой стороне кафе Москва. Это у нас, в принципе, кафе Москва у нас такое, его уже сто лет, еще украинцы хотели его, стояли блокадой, и что они хотят и называть Украиной. Так вот, но они никогда этого не сделают. Смотрите, стоится, продаются в годырское время. Оригинальный мороженое с заной, это со сливками. Московское, вот именно Москва. Видите? Х1 ДДР-марк стоило. Смотрите, прикольно, 66-го года. Вот только представьте. Посмотрите, неудивительно, конечно, что люди, видите, в метро, гитарские люди очень хорошо относятся к русским людям, в основном, все. Конечно, есть разные. У меня вот, когда я приехала, тоже было там, ну, пара вас, ну, у меня проблемы, только мы сейчас говорили с мужем, вот за свою жизнь, по крайней мере, пальцы на меня никто не показал, никогда. Сколько я живу здесь, в Германии? А это скоро уже 39 лет, так что. Все зависит от человека, и как он интегрируется, и что он, вот, ну, такой, как он есть. Он не играет. Люди, может быть, сначала помогают, а потом понимают, что это фальш. А фальшим быть рано или поздно люди поймут. Ребята, смотрите, что, какая вывеска висит в метро. Собаки разрешаются в метро, а нации, ну, не нации, не разрешаются. Написано, смотрите, вот. Нацицы müssen draußen bleiben. Хunde dürfen rein. Классная вывеска. Здорово, да, Петра? Просто у нас нацицы, это читается, это Афти. Ой, какая красота. Около дома, ребята, красиво. Ну, это прелесть, какая пчелка. Пчелка, пчелка, пчелка. Вот такую красоту я себе купила. У меня точно такая же кожная куртка. Смотрите, ребята, я буду носить такой на море. Яркий, красивый. Посмотрите, какой классный этот рюкзачок. Цвет просто потрясающий. Ну, просто потрясающий. Когда увидела этот цвет, я так влюбилась. Мягенький. Такой классный, удобный. Не очень большой, не очень маленький. Он сейчас открытый. Посмотрите, какая в реальность, а? Такой классненький. Не поверите, очень дешево купила магазин. Он распродажу делал, и я это купила. И потом на пляж я купила себе вот такую сумочку. Смотрите. Очень удобная. Вот с таким рюкзачком. И я ее буду сюда в смартфон класть, чтобы не попало, например, здесь еще есть отделение. Вот. Зарядку сюда можно положить, чтобы не попал песок, например. Внутрь не попал и так далее. Очень классная. И у нас, видите, она непромокаемая. Кстати. А, здесь еще есть очень классная сумочка. Я вообще купила за 9 или вот 10 евро. Очень довольна. Тоже цене с 20 на 10. Очень довольна. Хорошая фирма. Цвет нормальный. Так что вот такие еще вещички я купила сегодня. Важные будут носить. Вот такой яркий. У меня есть другой очень хороший. Я очень люблю языки. В ней удобно. У кого спина плохая, как у меня. У меня, то есть, из своих позвоночных, межпозвоночных нету дисков 30%. И, конечно, поэтому искусственные, это плохо сделанные. Для меня очень важно носить именно рюкзачки. А на пляж, тем более, или куда-нибудь в город. Вообще, довольна, довольна, довольна. Для такую цену я купила 35 евро. Вот это стоило. А стоило раньше 90. Девочки, а посмотрите, как подходит. Эта шляпка будет подходить к этому платью. Очень красиво. Смотрите. Шикарно, да? Продолжение следует.